Добрый день, дорогие друзья. Хочу познакомить вас с судьбой и творчеством Натальи Фатеевой, советской и российской актрисы театра и кино, народной и заслуженной артистки РСФСР. Наталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове. Отец военнослужащий, мать работала в легкой промышленности, была директором отелье МОД. По словам Натальи, ее мама была очень хозяйственной, а отец отличался творческими способностями, играл на фортепиано, хорошо пел. В 1952-1954 годах Фатеева училась в Харьковском театральном институте. В 1956 году Наталья стала первым диктором Харьковской любительской телестудии. В 1958 году окончила в ГИК, в том же году поступила на службу в театр-студию киноактера, в 1959-1961 годах работала в театре Ермоловой. Дебютировала в кино в 1956 году, сыграв Таню Оленину в фильме есть такой парень, а вскоре уже сыграла у Владимира Басова в случае на шахте 8 и Николая Достали в дело пёстрах. В 1961 актрисе предложили сняться в драме «Битва в пути», действие которой разворачивается на крупном тракторном заводе. Тогда же Наталья стала ведущей первых игр КВН, Александр Масляков навсегда заменил её на этом посту только в 1964 году. Два года спустя Фатеева сыграла роль, благодаря которой она проснулась знаменитой на весь Советский Союз. В лёгкой летней комедии «Три плюс два» актриса предстала в образе дрессировщицы Зои, которая вместе с подругой отправилась на дикий отдых на Чёрное море. В 1965 году Фатеева снялась в ироничной комедии «Дети Дон Кихота». В 1971 на экраны вышли джентльмены удачи, роль в картине «Здравствуй, это я». Сама актриса считает одной из лучших в своём творчестве. В 1976 году Наталья предстала в образе завучи школы в молодёжной комедии «Розыгрыш». Спустя три года актриса появилась в знаменитом пятисерийном фильме «Место встречи изменить нельзя», в котором сыграла одну из свидетельниц по делу Ларисы Груздевой. Самыми популярными ролями Натальи в следующее десятилетие стали роли в фильмах «Расследование», «С вечера до полудня», «Из жизни начальника уголовного розыска». Также актриса предстала в образе балерины Матильды Кшесинской в мини-сериале Анна Павлова и сыграла в популярной комедии вестерне «Человек с бульвара капуцинов». Советская Элизабет Тейлор, так называли Наталью Фатееву зрители, завораживающий взгляд и, как бы сейчас сказали, сексуальный, томный голос. Но у красоты оказалась и обратная сторона, в советском кино ей то и дело приходилось доказывать, что она не только привлекательна, но и талантлива. Наталья Фатеева успешно занималась дублированием иностранных фильмов, выходящих на советские экраны. После распада СССР Наталья продолжила активно сниматься и получать главные роли, весьма успешным проектом в начале 2000-х для Фатеевой стала популярная серия фильмов «Тайны дворцовых переворотов». Россия век 18-й, в котором она сыграла Дарью Меншикову, супругу ближайшего сподвижника Петра I. После этого Наталья и снималась гораздо реже. В 2004 году актриса появилась в «Детективе кавалеры морской звезды», в 2007-м сыграла мать основоположника практической космонавтики в драме «Королев», а в 2009-м снялась в триллере «Чизкейк» и одной из 18 историй киноальмонаха «Москва, я люблю тебя». Наталья Фатеева. Была замужем, будучи студенткой Харьковского театрального института, но брак продлился недолго, и Наталья уехала в Москву. В 1958 году девушка вышла замуж за знаменитого актера и режиссера Владимира Басова, в их семье родился сын Владимир, который позднее тоже выбрал творческую профессию. Однако вскоре этот брак Фатеевой распался. Наталья ушла от супруга к летчику-космонавту Борису Егорову, от которого родила дочь Наталью. И хотя новый избранник актрисы был харизматичным мужчиной, героем СССР и душой компании, браку не удалось стать счастливым. Наталья Фатеева заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ника за лучшую женскую роль второго плана за роль надежды в фильме «Летящие по ветру листья», награждена орденом почета за заслуги в развитии отечественного киноискусства. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание к моим работам, за ваши лайки и комментарии. Желаю вам в жизни только позитива, счастья, удачи и поддержки близких.